Первые кроки в «Навуце» выполнены в учебнике фестиваля робототехники и программирования для школьников, которые сейчас проходят в Гомеле. За победу встречаются ученики с Гомельской, Минской, Брестской и Бранской областей. У всего 16 команд. Насыщенная программа «Стимфеста» включает как конкурсную, так и познавальную частку. Под обязанностью в материале Ганны Корольчук. «Навука», «Технологии», «Инженеры», «Творчасть» и «Математика». Минавидах эти слова зашифрованы у аббревиатуры фестивалю. Он принимает колесо 90-х ученых, с 2 по 9 классы, которые приехали в Гомель, чтобы продемонстрировать свои навыки и сдольности в программировании, робототехнице и моделировании. Базой для проведения форума стали областный палац творчества детей и молодых и Гомельский государственный университет имя Франциска Скарыны. В первый день юные программисты спаворничали в трех дисциплинах. Битве роботов, распроцовываться додатков для интернета и мобильных прилад и программирование у Ассеродзе «Скрэч». «Дали задание сделать игру, связанную с экологией. И мы работали вдвоем. Я не один приехала из Брянска, а с своим коллегой. Мы делали проект. Нам дали два с половиной часа, насколько я знаю. Ну, сценарием проекта был код, который проходил улицу и удивлялся тому, насколько загрязнена улица. И он не проигнорировал это и убрал». После насыщенного спаворницкого дня удельники наведали з экскурсии офис одной из ведучих айти-компаний. А сегодня провели день в университете, где приняли удел в мастер-классах по створению 3D-проекта с выкористанием программ моделирования. Школьникам пропоновали надруковать эмблему с тем фестивалю, как забрать ее на память с собой. Далее яны отправились на математичный семинар под названием «По той бок личбал». «Фанат математики из Минска, Довголевец Егор. И сейчас я там посмотрела, чуть-чуть посидела. Мальчик один говорит, если бы у меня был такой учитель математики, у меня была бы десятка. И после обеда у нас будет встреча с психологом Анной Саенко. Приехала тоже из Минска. Она психолог-профориентолог. То есть она детям определяет, нужно ли быть айтишником, врачом или артистом, спортсменом. То есть какие-то тесты ей сработаны». Подобное мероприемство стало первым не только у Гомеля, а и в Украине в целом. Организаторы говорят, что главная задача – не только выявить переможцев, а дать-то линовитым детям махчимость отримать цикавые и корыстные веды, а так само выявить схильность до будущей профессии. «Все боятся физику, математику. Все думают, что сильно сложно. Пойду-ка я лучше куда-нибудь в гуманитарную профессию. На самом деле это не сложно. Ну, точнее, это сложно, но не так сложно, как многие думают. И такие мероприятия также направлены на то, чтобы снимать с детей вот этот вот напряг и боязнь вот этих точных наук. И вот буквочка «Эй», когда она туда еще добавляет искусство, она помогает детям, которые склонны все-таки, может быть, в какой-нибудь гуманитарной профессии, посмотреть хотя бы в сторону высоких технологий». У Беларуси за опошние три годы колька школьников, які займаются робототехникой, выросла у два с половой разы. Зараз в Украине амальт-300 объединаний, где программируют и створяют роботов. Ганна Кральчук, Игорь Марышченко, телерадоакомпания «Гомель».